Две особенности вот именно этого автомобиля. На ней пробег 666 тысяч с копейками. Original, да? Я хуею, если его еще скрутили, то есть, ну, сколько там, непонятно, да? Но вот на табло я такое не видел. У меня на Кроуне было 430, но здесь 600, это вообще космос. И у нее невероятно оригинальный мотор, с которым любой автосервис, блядь, сразу закрывает ворота. Вот такую хуйню заколачивается и не берется за него. Это 4AFE и что там дальше? Линбурн. Линбурн. А знаешь, что я хотел сказать? Что вот эта тачка стабильнее, чем, блядь, нефть. Блядь, 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 блядь. Как вот, ну, а если так я разговариваю, что делать, Артем? Ну, меняться надо к лучшему. Меняться к лучшему? Конечно. Вот такая тачка, она стабильнее, чем цены на нефть, на газ, там, доллар, евро и все. Вот они как стоили, ну, не конкретно вот это, да? Они как стоили 150, 160, 170. 10 лет назад. Так они до сих пор и стоят в этих ценниках, и некоторые еще и повыше, потому что, ну, тачки вообще легендарные. Ну, вот это, я думаю, что... Как раз не с рынка, да. Как правило, не с рынка, это тачки с дизельным мотором, там, что-то 2C какой-то или что-то типа того. Ну, я не знаю. Я тоже. И получается, что? Все, пизда не может прийти, то есть, ты только намотаешь ее куда-то, понимаешь? Ну, слушай, когда мы были мелкие, у меня батя купил бочку, и типа это была царская тачка вообще. Ну, да, конечно. Ну, да, конечно, блядь. Знаешь, что я игрался, короче, со стеклоподъемниками в ней. Батя говорит, все, я приехал, выходите. А до этого шестерка была. Мы вышли, короче, а мне нихуя не важно, машина все классная, другая не шестерка и стеклоподъемник. Я, короче, думал, что я не только не пользовался его, знаешь, столько, сука, я в этот день. За все время. Я его просто вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Но где-то раз, наверное, на сороковой батя все-таки сказал, руки, блядь, убрал. Японцы с этими коронами, коринами, они такое ощущение пытались запутать весь мир вообще. Там, блядь, колесо вот такое снатпуция, не знаешь, оно тррррррррррррр. Да, первое. Было еще карина Е, которая как корона, но она карина Е. Потому что так надо было. Да, на европе, на Европе просто. Это нормально. Все, видали? Мы все знаем. Мы шарим, конечно. Мы вот только что читали и сидели. А что, Собирианберт или кто? Он должен шептать, стоять, знаешь. Да, он стоит и шепчет, подсказывает. Подсказывает. Она тебя доставила хоть какие-то неприятности в плане, она не завелась там, перестала ехать в какой-то момент или еще что-то? Да не. Всегда стабильно. Всегда стабильно. Всегда стабильно в сервисе, бля. Как стоит крылок? Двушка или три где-то? Три где-то. Ты пытался попасть в цвет и попал в него, да, получается? Ну да, в дверь. Попал в дверь. Это я отставлю вверх. Маленько, да? Слушай, это не самое страшное в этой тачке, я тебе так скажу. Вот, собственно говоря, почему она улыбка. Для меня это необъяснимо совершенно. Я тоже не вижу вообще ни маленького повода называть ее улыбкой. Ага, да. На твою точно нет. Получается, твоя первая тачка. Да. И у тебя вообще, типа, все нормально. Да, что, нормально. Никогда я не продам, нахрен. Да? Да. А что, сейчас вот работу закрою, вот нахуй все делать будем? Ха-ха-ха-ха-ха. К симпе я иду больше дней. Ха-ха-ха-ха. Сюда же, хуй. Возвращение, да? Очень грустно, две триста и девятка, это просто пиздец. Типа, жить додалась, я считаю, знаешь, как я нахожу мотивацию для радости где? Скажи, пожалуйста. Ну, здесь у меня права на ошибку вообще нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Это нормально? Ой, блядь. Ну, хорошо. Это нормально. Сюрпризом. Ой, я тут и утеплился как. Вот и починили, блядь, да? Зачем куда-то ехать у сервиса или какие-то моменты? Ну, да, это тот самый 4А, легендарный, блядь. Слушай, так она по это, так-то целая. Ну, я тебе говорю, что у него кузов, если вот все снять, другой кузов поставить нормально, можно вообще тут за 200 секунд. Слушай, ну вот это, конечно, ты сильно придумал, блядь. Это не я взял, стоит сколько, блядь. Сколько лет? Так я летом с ней гонял, понял, в сервисе жарим. Говорит, ты чё, ебанутый? Ты с утеплителем ездишь. Сбоку ездил. Правильно, Паш, что это тут долларами прикреплено... Да? Не скромно просто, да? Да. Просто у меня здесь есть баксы в тачке, если что. Пах, ну если он тут пролежит еще лет 6-7, то можно будет потом на эту новую Карину купить, получается. Да, Владимир Владимирович? Вот она, чувствуешь, нас немного поебывает. Ну да. Этот звук, когда все прокладки, блядь, сгорели давным-давно. Все, темпичи в порядке. Где-то маленько подбивает колесико. Но мы прем. И вообще уверенно. Опа. С понижайкой, типа с элькой. Там есть легендарные кнопки Power, кнопки Manu, Overdrive. 105, Кабыл? 105, да, Кабыл? Класс. Нулевой, блядь, экологический. А нам-то в последнее время это очень важно. Мы что тут? Водородный автомобиль снимали. А я радостный всегда. Знаешь, я по таким тачкам, мягко говоря, соскучился. И мне вот не хватает этих получения эмоций вот именно. От того, что что-то где-то что-то, блядь. Ну, слушай, я, кстати говоря, вот по шуму сказал. Нет посторонних прибежаний никаких. Ну, вот панель шумит оттуда у тебя. Ну, а если держать туда? Тогда нормально шумит. Панель шумит? Ты что, блядь, в девятки со мной не ехал? Панель шумит, блядь. Ну, так я и говорю. Там-то просто все звуки мира. Это вот сейчас, знаешь, как надо? Вот надо быстро-быстро, не забыв ощущение, выбежать из этой тачки, сесть вон в ту, проехаться на той и тогда сказать, что это. Ну, мне кажется, что там хуже. Да, определенно. Да даже по дизайну, знаешь, мы-то едем на улыбки, а тут-то явно он стриг. Куда, блядь? Что происходит, нахуй? Нет-нет, здесь слишком далеко, злододетали, не бросай меня тут-то. Алло, а что по пробегу? Шестьсот шестьдесят тысяч. А что, оригинально не крутили? Да, вперед, нахуй, прибыло. Было четыреста, а я подумал, что шестьсот. Сука. Не, просто в свете последних событий мне эти вопросы сильно капают. А что, пробег родной? Да. Странно. Ну, и нахуй ты иди. Странно тебе. А то, что креветки во льду продаются, блядь, по полному весу, это не странно, блядь? Тоже странно, наверное. Все странно, блядь. В этом мире, блядь, все странно. Вообще первый раз в жизни поехали отсюда, мне страшно, блядь. Да, тут чувствую, что мы сейчас в закладку упремся. Да. Не сможем выехать. Просто место какое. Главные вопросы, я думаю, будут связаны с газом. Не ссыкотно ли тебе на газу-то кататься? Да нет, не ссыкотно. Там пять лет уже срок годности кончился у баллона. Давай расскажи нам какую-нибудь историю забавную, а лучше две, а лучше три с этой тачкой связанных. Короче, не знаю, по местным, короче, знаете, это новый путь. На озерах ехать. На озерах, да. И там есть дорога вот такая прямая, короче. Ну, когда вдоль лес есть, там уже сломан. И там вот есть такой типа крампли. Пойдем. Вот так. Ну, едем, лето, короче, солнце отсвечивает от дороги. И вот так прямо и не видно, короче. Ну, что там, короче, вот. Да-да-да-да-да. И там еще не глубже, короче, за ним. Так. Так. Мы ехали. Ну, девка все равно сидела. Я говорю, давай как в РПС кем лучше идти. Ну, просто пошутил. Просто пошутил, короче. Ну, а нам, блядь, полкак выебала. И че? Я все взлетела, блядь, вот так поднялся. Взлетели, блядь. Отвечаю, как в американских фильмах. Взлетели, блядь. Бабай. Бабай. Я представляю себе эту картину. Да-да-да. Да-да-да. Там сзади тип ехал вообще охуел. Не, она еще и выглядит, знаешь, как летучая, а то и машина. А, вот еще. Беру пикалюху. Собственно, так-то мы, ну, врезались. Саша, они все просто не ходят. Ну, короче, тачку спать его. Да-да. Я завел, ну, чтоб ты замерз, мне не сорок. Завел, думаю, ключи заберу. Тупо он не поехал. А я не знал, что надо исключение. Ну, он звонит мне, типа, че ты там, типа, да, иди сюда. Все, я захожу за рулем сидеть. Ну, я-то сижу тут уверенный, что, блядь, куда ты не поедешь, даже не забышь. А он че? А он вообще, блядь, трава. Оба нахуй. И поехали. Я вообще хуел. Вылетаем и в стол. Бабай. Кайф. А вообще головой стекло пробил, прикинь. Пойлиять. Пойлиять. И подождут, икеи. Все, кто пришел, благо Eagle. Смежин. ument Jelly. ắm énerтизмы, над Connecticut, Смежин. Та бутлиять. Учение. А еще раз. Вдох. �. 지介. Вдох. Blue по massively. Все.